Вычищенная снега и мусорополе. Скоро в долине новостроек начнется еще одно строительство. На этот раз не для жилья, а для спорта. Сейчас в Барнауле ведется три основные спортивные стройки. Это зал единоборств на взлетной и два зала для игровых видов спорта на Юрино и, соответственно, на Сиренево-42, где мы прямо сейчас и находимся. Что интересно, эти залы будут похожи как в спорткомплексе Победа, но, правда, без трибун. Но для проведения любительских соревнований они будут вполне доступны. Правда, если у тех двух залов уже есть каркас, то на Сиреневой-42 все только начинается. Когда завершат подготовку территории, примерно через неделю рабочие приступят к подготовке для установки каркаса. К июлю он должен быть готов. А весь комплекс организаторы обещают завершить уже к концу этого года. Стоимость работ 150 миллионов рублей. И вновь в связке «Бизнес плюс власть». Земельный участок, ну и, по сути говоря, само конфессионное соглашение заключено на 132 месяца. То есть 12 месяцев отводится на создание и 10 лет на эксплуатацию объекта. Если инвестор решит завершить этот проект, власти начнут поиск нового. А на это время возьмут здание под свое крыло. Лишь совместное строительство позволяет создавать подобные комплексы, которые нужны городу. Общая потребность для города Барновова порядка шести таких объектов. То есть три строим, за три еще боремся за финансирование. Что это будет? Это будет универсальный спортивный комплекс, который, соответственно, мы будем наполнять с 23 года своими краевыми спортивными школами. А вот с ремонтом покончили в училище Олимпийского резерва. Здесь завершилось обновление фасада зданий. Стены утеплены и в общежитии. Плюс все под единый цвет, бело-синий. Теперь можно сказать, у нас все как у людей. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.